Всем привет! С вами Оксана Вайкова и у нас сегодня очередное видео. Видео необычное. То есть я, в принципе, давно хотела записать пранк песни. Знаете, что такое пранк песни? Это такой розыгрыш, когда тебе звонят, и тебе пишут словами и строчками из песни. Сейчас это очень популярный бренд на YouTube. Но я сегодня буду делать пранк социальной сетью. Я такого еще в YouTube не видела. Может быть, эта тема будет популярна благодаря вам. То есть вы мне подскажете, интересно это или неинтересно. Ну, пранк – это розыгрыш. Я не буду разыгрывать вас. То есть мне кажется, что разыграли меня. У меня такое ощущение. Последнюю неделю было очень много звонков и писем по тому, как устроиться на работу в Испании, как переехать в Испанию, как здесь вообще, как вообще люди здесь живут, ну, в плане работы. Но все бы было хорошо, потому что такие вопросы постоянно звучат, и в этом нет ничего особенного, правильно? Но меня поразило вот именно сосредоточение вот именно вопросов в таком стиле, в котором сегодня я вам представлю. Итак, открыла я социальную сеть, и значит, что я вижу? И вижу такое небольшое обращение. Так, сейчас я вам его покажу. Давайте так, я сейчас предприниматель, я рассматриваю, вот просматриваю вот такие вот диалоги с целью приобрести себе какого-то работника. Может быть, найти, может быть, встретить интересную кандидатуру. И вот что я вижу. Добрые девочки! Скажите, может кто-то из вас знает, как приехать на работу в Испанию по вызову от работодателя? Смотрите, то, что мне нужно. У нас в стране кризис, у меня престижная работа, эти кавычки стоят, я вот так буду делать, когда кавычки там стоят. Я журналист с высшим образованием, контора престижная, но уж это такую зарплату нереально. Хоть эконом, хоть нет, я уже готова взяться за любую работу, кроме проституции, лишь бы в теплой стране и платили нормально. Нормально? Это сколько? Так, минутку. Если есть такая возможность в Испании, у меня азы французского, итальянского. По методике Петрова, испанский за 16 педроков, азы можно приобрести быстро, потом среда подгонит. Вот опять, среда подгонит, кто кого подгонит, когда это кого среда подгоняла. В общем, сюрприз, ну ладно, ладно, читаем дальше. Есть ли такая возможность в Испании, так? И тут полетели комментарии участников группы, естественно, то есть девочки стали отвечать. Причем отвечают девушки. Ой, тут своих подводных камней хватает. Давайте эту девушку назовем Машей, допустим. Ой, Маша, тут своих подводных камней хватает, поверьте. Я тоже журналист. Даже больше того, у меня магистратура в Мадриде за плечами. Испанский, английский и русский, соответственно. Отговаривать я вас не имею никакого морального права. Но совершенно точно могу сказать, что приехать по вызову работодателя, как вы сказали, это 1 к 100. Вот как вы считаете, по вызову работодателя, да, какой процент вызова может быть? То есть вот с такими характеристиками. Характеристиками, какими были нам предложены выше. Маша пишет, девочки, я же пишу, что готова взяться за любую работу. Только она это пишет большими буквами, все. Лишь бы по вызову в семью, чтобы забрали, дорогу, работу оплатили. Понятное дело, что журналисты там у вас не котируются. Это я, чтобы вы понимали, что я не совсем Чуня Валенок. Ну, Валенок, видите, как написано. То есть вот интересно, журналист это описка или это умышленная, да, такой прикол? Ну, бывает такое, мы иногда так пишем, но тем не менее. То есть если вы обращаетесь, если человек обращается в социальную сеть, он должен понимать, что кто-то, может быть, увидит его обращение. И, может быть, захочет взять его на работу, потому что, опять же, большая достаточно русская диаспора. Мы работаем с русским рынком. Я, в частности, работаю с русскоговорящим рынком. Поэтому, возможно, что кроме меня, ну, вот, может быть, я такая вредная, такая вся из себя. Может быть, кроме меня это прочитает какой-то другой работодатель и захочет человека просто, ну, заинтересуется. Но нет. Ну, Валенок, ну, бог с ним, Валенок. Дальше пишет Маша. Хоть мандарины собирать. Девочки дальше ей отвечают. Хоть мандарины собирать. Вы реально представляете, что такое тяжелая физическая работа? Еще и на жаре. То есть, видимо, она сочувствует журналисту и пишет ей вот такое предостережение. Что отвечает Маша? Представьте себе. Представляю. То есть для меня это вообще какая-то немножко дерзость. Да, человек дерзить начинает. Дальше ей отвечают. 16 уроков. Вы серьезно? Для начала слегка, для начала слегка да. Хоть сериалы на испанском смотрите, а то разговорную речь не поймете совсем. То есть она ей как журналисту советует или как сборщику мандарины. Непонятно. Ну, Маша не растерялась. Да, собственно, так языки и учатся. Сперва 16 уроков, потом дополнительные аудиофайлы, потом фильмы. Все правильно. Ну, спасибо, да, Маша. Хорошо. Комментарий. Финансовую состоятельность автор нам сама прессовала и свое желание срочно уехать в страну, о которой знают только по рассказам знакомых. Причем ее раньше спрашивали, я выключила это из чата, что как вы узнали о стране и зачем она вам именно Испания, где Маша ответила, что девочки ездили на гастроли, танцевали, приезжали, очень много рассказывали. Ну, поэтому такой комментарий. Не находите, что это неразумно. Уехать можно и нужно, если есть перспективы или основания, на что Маша отвечает. Не надо так за меня переживать, поберегите нервы. То есть я для себя опять чувствую какой-то надрыв. То есть что человек хочет? Мандарины собирать или все-таки журналистом устроиться? То есть мне, в принципе, нужен копирайтер. Да, но тут у меня человек, который то ли мандарины, то ли валянук. Ну, непонятно пока. Я должна подумать, да, над этим вопросом. А, тут еще вот смотрите дальше, в догоночку. Я в роддоме ведущей выписки работала. Мам, пап, дедушек, бабушек с новорожденными поздравляла. Это я смогу только язык выучить. Но это дело старания, это в моих силах. То есть как правильно я понимаю, я должна платить билеты. Ну, по сути, да, если меня кандидат интересует, ну, может быть, не меня, может, кому-то действительно сборщики мандаринов нужны. Билеты нужно платить с Украины, это порядка 450 евро. Проживание, ну, если за комнату, там, евро 300, ну, может быть, 250, если совсем в маленькую квартирку поселить, еще человек должен чем-то питаться, и в этом все время он будет, да, если он будет с утра до ночи собирать мандарины, а работа это действительно тяжелая и трудозатратная, то есть еще вот когда же он будет, в принципе, учить испанский язык, там, его подтягивать, смотреть сериалы, и дальше-дальше слушать аудиофайлы, ну, то есть очень как-то слабо, я это все в себе представляю. Ну, тем не менее, вот по питанию, да, еще вот немножечко полетело. Фрукты в Испании очень дорогие или овощи? Ну, в принципе, если ты готовишься уехать, ты хоть что-то должна знать, то есть хоть как-то открыть какие-то сайты, хотя бы посмотреть, тем более очень много роликов на Ютьюбе по этому поводу. Но девочки отвечают, дешевле, чем в Украине. Посылку мне тут с Украины присылали, таранку азовскую, так завернули ее в бумагу из прайса супермаркета какого-то, так я прозрела, а на нас был 90 г, чего-то гривен, наверное, почти. Я по курсу посчитала 3 евро с копейками, у нас 1 евро было. Ну, Маша обрадовалась, конечно, вот. А мне, кроме фруктов и рыбы, вообще ничего из еды не нужно. И вообще, у нас тут такая диета из финансовых соображений, что вы удивитесь. Описывать не буду, просто не хочу, чтобы кто-то подумал, что я хочу вас тут всех разжалобить. Опять какой-то надрыв, опять какой-то наезд, то есть непонятно вообще с чего, но может быть это мне так кажется. Но, в общем, я вижу, что девушка такая активная женщина. То есть человеку фрукты и рыбу, ну, так-то, не слабо. И, значит, ей ответили в комментариях, что рыба очень дорого, здесь стоят рыбы и морепродукты. Ну, на что Маша быстро согласилась. Значит, собоюсь без рыбы. А свинину 3 года не ем, по экономическим соображениям. То есть, я работодатель, мне нужен человек, который бы работал по специальности. Я примерно просчитываю, какие мне будут расходы, какие я расходы понесу на этого человека, чтобы его вызвать, чтобы его здесь расселить. Пока он тут будет изучать язык, и, то есть, тут уже какие-то претензии по питанию. Ну, претензии, не претензии, конечно, непонятно. То есть, 1000 евро примерно ты должен вложить. Купить человека за 1000 евро только на один месяц. А там он у тебя либо свалит, либо поймет, что это не его, либо тебя загрузит своими проблемами, которые у него возникли в связи с переездом. Там уже выяснилось, что у человека проблемы со здоровьем, дальше она пишет. Потом у нее политические из Украины, с Украины она хочет уехать, потому что там бюрократия или там, да, что-то такое ей не нравится. Может быть, как будто здесь что-то другое. То есть, не совсем понятно, да, то есть, не совсем понятна направленность вот этого вот двухдневного чата. Ну, девочки пишут, по вызову это надо какую профессию предложить, в которой почти нет профессионалов в Испании. И то незнакомого человека никто приглашать не будет. Тут свои, чужие, с видом на жительство не могут работу найти. Ну, в общем-то, да, разумно. А дальше Маша спрашивает, а какая профессия? Так, если ты готовилась, если ты собираешься приехать, ну, ты хоть какие-то, ну, то есть, вообще, хоть элементарные какие-то знания, напрягись. То есть, допустим, если мне нужен человек, за которого я заплачу деньги вперед, то есть, мне нужен активный человек, который умеет работать хотя бы с информацией. Ну, если ты журналист, то такие журналисты – это люди, которые действительно умеют работать с информацией, умеют ее обрабатывать, умеют ее вовремя подавать. Но если ты обращаешься, ты хоть как-то подготовься. И что значит, какая может быть профессия? Вот как вы думаете, если вы уезжаете за границу в какую-то страну, то есть, ну, в какую-то профессию, да, нужно не то, что там у вас журналисты не котируются, а у вас котируются. Но она не растерялась, значит. Кстати, землячки, почему землячки, непонятно, обращается она к испанскому форуму, непонятно. Кстати, земля, или, может быть, это только касается определенного контингента, то есть, ну, не знаю. Я театральный режиссер. О, я тоже театральный режиссер? Походу, это вообще мой человек. Так, по образованию, большими буквами. Что это значит, большими буквами? Я по образованию, это вот так, что это такое? Работала с детьми. Может быть, украинская или русская, или обе. Диаспоры в Испании имеют свои культурные клубы. Может, кто-то хочет, чтобы был театральный кружок для детей? Это я могу. Сейчас я сброшу сюда ссылку на свой канал на Ютьюбе. Дальше девочки пишут. Автор не имеет ни документов, ни знания языка. В ее случае, не имея документов, вообще речь не идет ни о какой работе. На что Маша отвечает? А давайте вы будете говорить за себя, да? Смотрите, какая пунктуация. То есть, она явно очень эмоциональная. Давайте вы будете говорить за себя, да? А то вот тут как унылая, севи-ла. Что она хотела? Севи-я, вообще-то, если уж на русском писать, вы журналист, пожалуйста, напишите, как надо. Что значит унылая, севи-я, прочь, севи-ла, да? Севи-ла, может, это что-то другое. Просто, может быть, подумала на город, но, наверное, это не то. Порой дайте еще раз. А давайте вы будете говорить за себя. А то вы тут как унылая, севи-ла прочь эти страшные вещи. Между тем, я собираю информацию. Я не 15-летняя идиотка, чтобы не понимать, насколько все сложно. Будь так, я бы приехала в Испанию еще 20 лет назад, а почему не приехала-то непонятно. Но не поехала, а, ну да, но не поехала, поскольку тогда вообще не было никакой информации международных законов и всего, что мы имеем сейчас. Кто хочет, ищет возможности. Подождите, это я потом зачитаю. Смотрите, поскольку вообще никакой информации, уже знакомо всего и говорю. Я уехала в Испанию почти 19 лет назад, то есть, ну, в принципе, да, и прекрасно себя здесь чувствую. Почему этот человек не уехал, и какие он ждал информационные каналы, чтобы открылись, непонятно. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, чтобы другие имели эти возможности, пытается запугать ищущих. Кто хочет, ищет возможности, то есть Маша ищет возможности. А кто не хочет, чтобы другие имели эти возможности, пытается запугать ищущих. Что за бредятина, да, вы журналист, я ищу копирайтера, мне нужен человек, который умеет продавать словом, который знает, о чем говорить, и умеет с этим словом работать. Что это значит, этот бред? Кто не хочет, чтобы другие не имели эти возможности, напишите, пожалуйста, в комментариях, может вы поняли. Пожалуйста, дорога длиною в тысячи миль начинается с первого шага. Какого первого шага, Маша? Ты должна была этот первый шаг, если хотела бы сделать 20 лет назад, возможно? Возможно. Я не говорю, сколько лет этому человеку, потому что, ну, в таком возрасте рассуждать. То есть я к тому, чтобы 20 лет назад человек спокойно мог уехать. То есть совершенно был в здравом уме и взрослым уже. И дальше она продолжает. То есть помните про документы. Дальше она продолжает. И что значит не иметь документов? Загранпаспорт у меня есть. И даже если бы не было, можно было сделать. Тут я подозреваю, что у человека нет загранпаспорта. Ну, в принципе, тогда иначе зачем это писать? В Украине уже делают биоматрические паспорта, если шаг... Есть шанс, что скоро будет безвизовый режим с Европой. Не так страшен черт, как его малютка. Какой человек уговаривает себя или нас или меня? То есть я уже, ребят, честно запуталась, и мне уже реально это надоело. Потому что это бред какой-то. Ну, то есть совершенно бред. И дальше человек пишет. Я авантюристка. Что? Искательница приключений. Что? Да, многоточие. Простите, пожалуйста, кому нужен на работу авантюрист-искатель приключений? То есть причем человек, которому заранее нужно оплатить приезд сюда, разместить. Еще и заработать, потому что человек ищет работу по контракту. То есть он хочет, чтобы ему сделали контракт, чтобы его устроили на работу. То есть на любую работу, как она пишет. Но у нас нет такой работы авантюристок, искательниц приключений. Так вот, к чему я снимала это видео? И это пранк? Пранк, пранк, пранк. Это розыгрыш меня. Да, наверное, потому что я читала этот бред два дня. Что да, человек ищет возможности уехать. Но если ты ищешь возможности уехать, то ищи их как-то определенных. И цель моего ролика, что сказать, что, ребят, когда вы что-то кому-то пишете, и если вы что-то ищете, и если ваш первый шаг нужно сделать, первый шаг, вот он был сделан, первый шаг. И я не знаю, сколько работодателей посмотрели эту переписку, потому что очень популярная, очень хорошая, грамотная группа. И туда заходят девочки со своими бизнесами. И действительно там идет хорошая обменная информация, полезность тебе. Если вы хотите чего-то добиться, если вы действительно думаете, что с первого шага все начинается, и уверены в этом, так начните. Вас читают. Вы можете уже вот сейчас, не отходя от кассы, как говорится, найти себе работу, найти приглашение, предложение какое-то. Но напишите, это грамота. Зачем вступать в дебаты? Зачем вступать в, как это у нас называется, в пигаре других членов группы людей, которые тебе хотят помочь? И будут там дальше комментарии, что мы тебе хотим помочь, мы тебе дали раскладку, вы слушаете только себя. То есть, дорогая Маша, хочу обратиться к вам и ко всем, кто хотел бы уехать, у кого есть такая мечта. Если вы что-то делаете, если вы что-то ищете, напишите, наберите сначала в гугле, прогуглите информацию, чуть-чуть подготовьтесь, а потом обращайтесь к живым людям. Ведь правильно было сказано в группе, что потом кто-то реально захочет помощи, реально кому-то нужна будет ваша помощь, и никто не откликнется, потому что вот на такой бред, ну вот в группе часто такое бывает, то есть кто-то, я не знаю, зачем это делает, но вот туда обращается. Да, это было смешно, это было грустно, это вызвало меня на какие-то эмоции. Если в вас это какой-то отклик нашло, нашло какой-то отклик, да, пожалуйста, в комментариях мы продолжим это обсуждение, как презентовать себя, зачем вообще нужны социальные сети, для чего? То есть почему бизнесмены, почему мы продаем свои товары, почему я делаю видео для вас? Потому что ты продаешь свою экспертность, ты продаешь свое знание вопроса. Если тебе нужна работа, если ты действительно нуждаешься в том, чтобы тебе кто-то помог, ну сделай хоть что-нибудь для того, чтобы люди захотели это сделать, чтобы люди пошли тебе навстречу, как минимум. На моем курсе, да, влияние и убеждение, почему опять же я все-таки записываю этот ролик, потому что у нас сейчас идет первый курс школы профессионального покупателя, где мы ищем, готовимся к покупке недвижимости, да, то есть без посредника, называется сам Собирелка школа наша, ну если вы не знаете, конечно. Вот, и у нас есть два модуля, да, по влиянию и убеждению. Так мы один модуль проходим уже вот три часа и никак не можем его закончить, потому что очень много нюансов. Как люди на вас посмотрят, как захотят ли они с вами работать. И это касается не только устройства на работу, не только иммиграции, но и опять же поиска недвижимости, работа с ценой. Очень много факторов завязаны на том, как вы себя подаете. А вот эти вот бестолковые, ну продумывайте, что делаешь, ну делайте. Продумывайте, как на вас посмотрят люди, и не упускайте свой тот первый шаг, который вы планируете делать. Вот такое вот сегодня видео у нас получилось. Если оно вам понравилось, если вы, нашло у вас соклит, отклик ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, вот там есть красная кнопочка внизу, которая даст вам возможность подписаться на канал. То есть это будет ваша посильная помощь в развитии канала, если вы считаете, что информация для вас нужна и интересна. И если вы поставите лайки, я увижу, что да, действительно интересно. То есть я продолжу в таком стиле, потому что у меня очень много историй, очень много аудиозаписи даже по такому вот, вот по такой вот, вот по такой теме, скажем так. Ну, прошу отнестись к этому как юмору. Оставайтесь со мной, комментарии, лайки, подписки. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока.